Снова всем здравствуйте, ребят. Записываю пятый урок по созданию TDS. И заранее извиняюсь за микрофон, с ним что-то не так, поэтому появились какие-то посторонние звуки. И еще одно. Я, короче, переустанавливал Windows и потерял тот исходник, так скажем, который мы с вами делали на протяжении четырех уроков. Поэтому я буду работать с новым проектом. Вы можете открыть, в принципе, тот же. И, как бы, работать с ним. Но я вам бы тоже посоветовал новое, потому что тут мы будем изучать новое. И пускай это будет новый проект. Создаем новую рабочую область. 1280х720 я создаю. Вы можете создать меньше, больше, без разницы. Это никакого значения влиять не будет у нас сегодня. Поэтому я создам такую. Как это создавать, я вам показывал все на прошлых уроках. Вы можете также, кто не видел, обязательно посмотрите. Очень интересно, классно, прикольно. Давайте приступим. Для начала, как обычно, мы создаем нашего персонажа. Персонаж у меня будет пока выглядеть как обычный кружочек. Кружочек, кружочек, кружочек. К центру мы сразу ставим... У меня размер кисти 50, поэтому центр у него, соответственно, 25-25. Вот наш персонаж. Мы назначаем ему поведение 8 директ. То, что я показывал в прошлых уроках, я буду делать быстро, чтобы не застрелять на это много внимания. А то уроки опять будут получаться долгие, а когда урок долгий, просмотров очень мало набирается. И как бы самому даже неинтересно становится из-за того, что мало просмотров. Поэтому я буду стараться записывать коротенькие уроки, в котором каждом буду разбирать какие-то отдельные моменты, аспекты. И будет все классно. В этом уроке же мы приступим к работе с тенями. Даже нельзя, наверное, назвать это тенями, а зоной обзора нашего персонажа. То есть вот наш он персонаж и то, что он видит вокруг себя. То есть если есть какое-то препятствие, то он за него не может посмотреть. Если оно высоко, например, дом, стена, и мы будем работать сегодня над этим. Поэтому создали нашего персонажа, я назвал его ГГ, назначил ему поведение 8 директ, то есть движение 8 сторон. И создадим теперь, давайте, какое-нибудь препятствие. Вы можете, если у вас есть нарисованные дома, здания, заборы, киоски, что угодно, спрайт просто вставить. У меня же этого всего нарисованного сейчас нету. И я буду ставить tilt, background. Ground, чтобы можно было растягивать, как мне это будет нужно. Ну и, например, давайте вот красное здание будет. Ой, не то, не то, не то закрашиваем. Вот так вот. И уменьшаем его. Давайте, например, это будет у нас какой-нибудь типа того дом. И он стоит такой вот тут вот. Назначаем ему поведение Behowers Shadowcaster. Закрываем. И он у нас будет откидывать тень, если мы добавим на нашу сцену Shadow Light, то есть вот эту лампу. Эта лампа, она как бы, так скажем, заменяет в нашей игре солнце. То есть я, например, ставлю сюда, соответственно, он будет светить на наш объект вот так вот, и он будет откидывать тень туда. Поставлю сюда, он будет откидывать тень туда, ну и так далее. То есть с разной стороны он будет откидывать нашу тень. Свет также от нее, получается, отходит как вокруг. То есть он идет во все стороны сразу. Ну и давайте я вам покажу, что получилось. То есть вот мы ставим, например, наше солнце сюда. Здесь мы, здесь наш дом. Ну или что это может быть? Столб, киоск, что угодно. И что у нас получилось? Вот. Наш свет где-то вот здесь, и он откидывает тень туда. Наш киоск, дом, без разницы. И, соответственно, что мы видим? Наш объект, он стал черным. Конечно, потому что я забыл его перенести на верхний слой. Но ничего страшного, сейчас мы это все исправим, сделаем, и я вам все это покажу. И тень, видите, она откидывается не до конца. То есть наш персонаж, он, грубо говоря, может какую-то зону не видеть, а все, что заходится дальше, видеть. Это тоже нужно будет исправить, и мы сейчас это все с вами сделаем. Не забываем переносить его. The Order Sent to Top of Low Air. То есть перенести на слой выше. В нашем поведении Shadowcaster мы настаправим, так сказать, дальность откидывания тени. Ставлю я ее 10 тысяч, ну, чтобы точно хватило лампочку. Лампочку, чтобы наш свет светил не постоянно. А то если мы ее оставим, например, здесь, запустим нашу игру. Наш вот персонаж идет, то есть, как мы видим, да, объект встал наверху, и ничего не меняется, да, то есть, оп, все, он куда-то пропал там у нас, все, оп, ушел, вышел. Нам такое не нужно. Нам нужно, чтобы эта лампочка заменяла, скажем так, наши глаза, то есть наш обзор. И мы это сейчас сделаем с вами. И давайте добавим сразу на наше здание, ну, или что это у вас, Solid, чтобы мы не ходили сквозь него. И создадим следующее событие. System EveryTick. Что значит? Постоянно наша лампочка принимает позицию нашего главного героя, GG. И запускаем, смотрим, что получилось. Заметьте, тень уже идет по-другому у нас, да, и то есть, то, что мы продвигаемся, вот, то есть, зона нашей видимости за этим зданием постоянно меняется в зависимости от нашей позиции рядом с ним. Вот, смотрите, видите, то есть, сейчас я вижу то, что здесь происходит, то не вижу. Поменяли быстро, 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 перебежали. Мы видим то, что здесь, но мы не видим то, что здесь. Это очень классно использовать. Если вы делаете, например, мультиплеер какой-то, да, то есть, вы делаете игру, и чтобы игроки не видели друг друга, если они находятся за стеной. Блин, я думаю, будет классно. Эту идею, уроки, поэтому, я не нашел, да, то есть, ну, так скажем, я не вбивал их в поиски, я не пытался их найти. И, недавно я просто скачал на свой телефон одну игру, и там был вот такой вот эффект. Мне он очень понравился, и я решил попробовать его реализовать непосредственно на этом движке. Блин, оказалось все очень просто, и, как вы видите, это делать очень нетрудно. Также мы можем сделать много объектов, то есть, например, да, давайте сделаем, так скажем, реализацию такой небольшой улицы, да. То есть, мы будем использовать наш красный вот этот вот объект в качестве дома. Давайте уменьшим немного нашего персонажа, да, то есть, как будто бы там один дом, как это у нас бывает, второй дом, да. Тут такой маленький, небольшой какой-то такой вот типа магазинчик будет. Кстати, вот вам идея для игры, да, я сейчас только что придумал, в дальнейших уроках вам ее расскажу, может быть, кто-то из вас реализует, да, немножко эту идею. Вот так вот, например, расставляем, да, без разницы, на самом деле, как, ребята, расставляйте так, как вам это будет удобно. Да, такой дом буквы Г сделаем. Вот так вот, например, там что-то идет, да, там во дворе, не знаю, какая-то будка стоит. Типа того, ну и тут такой дом один сделаем, вот так вот. Ну, ту сторону я не буду пока заставлять. Лампочку мы можем убрать, она в любом случае будет на нашем персонаже. Ну и запустим, например. Ну, конечно, наш персонаж относительно этих зданий получился большой, но сам эффект того, то, что вот он ходит по этим улицам, и то, что сейчас где происходит, он видит только как бы в зоне этой обзора, да. Смотрите, очень прикольно, классно. Вот такая вот прикольная штука получилась у нас. Давайте еще немножко его уменьшим. Ну вот, то, что я хотел вам показать в этом уроке, так как я говорил, теперь уроки будут короткие, чтобы вас надолго не задерживать, а тупо показать то, что вас интересует, так скажем. Ребята, в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы, не по данным видеоурокам, которые я записал, вы можете задавать вопросы, например, если у вас что-то не получается, вам нужна какая-то моя помощь, я постараюсь вам помочь. Я прям урок по этому видео запишу. То есть это, так скажем, вы мне подадите идею для того, что записать. И, скорее всего, если вы это ищете вы, то, может быть, кто-то это ищет еще, и тем самым вы поможете другим тоже решить данную проблему. И еще, ребят, я купил себе недавно персональную лицензию. И, конечно же, для теста я на Play Market выложил свою небольшую игру, в которой всего 6 уровней. Ссылку под эту игру я выложу под видео. Ребят, пожалуйста, кому не трудно, зайдите по этой ссылке, скачайте ее и потыкайте по рекламе. Только никому, но по рекламе потыкайте. Это будет мне, так скажем, небольшой плюс. Я получу какую-то от этого денежку. Блин, ну вам, конечно, будет огромное-огромное, просто спасибо за это. И, конечно же, конечно же, конечно же, я жду от вас положительных оценок. Я думаю, то, что у вас будут вопросы, я буду на них стараться отвечать. Отвечать буду стараться быстро. Еще раз всем спасибо. И, если кто не знает, как, например, по ссылку я вам скину, вы пройдете по этой ссылке, попадете в Google Play на компьютере, добавьте приложение в свой аккаунт-список желаемого и с телефона откройте этот список, и вы сможете быстро ее найти. Потому что мое приложение его пока найти очень трудно, так как в рейтинге он, мягко говоря, внизу. Так скажем, мягко говоря, внизу. Ребят, еще раз всем спасибо за то, что смотрите, подписывайтесь. Рад всем. Пока-пока.